МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надея Ляукова за довольнением пропонует гостям воду. Кажет, что с заявлением водопровода это становится вязковой традицией. Правда, для этого пришлось потелефоновать на прямую телефонную линию. Обратились напрямую, чтобы нам помогли быстрее сделать воду. Я, конечно, одобряю то, что сейчас хорошо, горячая линия, и люди как-то напрямую обращаются. И очень хорошо. Свою проблему вязковцы спробовали вырошить на протягу двух годов. За этот час водопровод тут заявился, але не на всех улицах. А тому бялизну мыли часто урацем. На ежурых товарин на колодежной воде. Очень большую роль сыграл толчок обращения жителей наших на прямую линию. Когда говорит население, более может быть доступно, может быть, иногда слышна боль того человека, который хочет решить не только для себя лично проблему какую-то, но и для своих соседей. Как вода заявилась у кожным доме, специалистам хапила усяго некольки месяцев, что дозволило вязковцам не только отрымать воду, але и выротовать значную частку ураджаю. Силами реческого водоканала были данные работы выполнены, даже были сэкономлены денежные средства. То есть, в общем, объект, это порядка трех километров водопровода, со всеми коммуникациями обошелся миллиард триста рублей. Теперь же хары Озерышины обещают потелефоновать на прямую линию еще раз, но уже для того, чтобы выказать подяку. Максим Савин, Вольга Холодович. Телерадо-компания «Гомель» при поддержке Агентства телевизийных новин «Речицкий район». На Гомельщине начинаются мероприемства, примиркованные до 25-ти годов Белорусской республиканской пионерской организации. На протягу вересня в регионе пройдут пионерские сборы и урочистые концерты, встречи с ветеранами руху и тематичные гульни. История и сучасность самой молодежной громадской организации в материале Олега Синцюрова. Пионеры с барабаном, стягом и у червоных гальштуках. Ранее такие скульптуры можно было убажить не только на улицах городов, а и у таких же оздоровленных лагерях. Так само, до речи пионерских, зараз только в музее. Об массовости пионерской организации и относительно до ее сбоку тагочастного кировничества можно мерковать по таких фактах. За 1937 года палац пионеров находился у самом пригожем боденку Гомеля – палаце Румянцев-Паскевичев, який заявляю сапомником архитектуры. У розные часы, у куртках, секциях и ансамблях тут одночасово займались до 2500 школьников. Прикладно, у той же час пионерской организации Гомеля был передаден и городский сад – любимое место от починку же хоров. На овоходах поставили скульптуры пионеров, а сам сад до 2009 года назывался пионерским сквером, работе с детьми в организациях Увугли надавалась великая увага, причем тычалось это у всех сфер, починаючи от оздоровления в усилекем разе, когда мерковать по кадрах кинокроники. Давайте познайомимся. Мое имя – Светлана Паулюченко. Мы с собровками живем в Гомеляхе, и каждую раменьку ходим в пионерский лагерь. Так-так, мы навето ходим, потому что лагерь размещен неподалеку от дома, в городских детячем парку. Лагерный день начинается урочистой гейкой, у дымом стяга. Одновленная белорусская республиканская пионерская организация ведет отлик своей истории с вересня 1990 года, когда было принято решение о построении самостоинного субъекта Международного союза детячих громадских объединений, что, до речи, только повысило потребование до якости работы. У первой гомельской средней школы до юбилея организации распространяли целую программу, а либо, да, самая амбициозная задача – выиграть республиканский конкурс «Пионер года», уделу, яким ранее тут николи не примали. Дети этого еще не видели, ни разу на подобные конкурсы мы не ходили, именно связанные с пионерией, но детям очень нравится, у них есть настоящая дружина, а это самое главное. Мы едем не двумя людьми, да, как там положено на конкурс, а у нас едет сначала 15 человек, потом еще человек 20. Дети друг за другом, а это очень дорого стоит. Сбор макулатуры и металлолома, да, помога выхванцам детячих домов и состарелым, посадка древ и доброупорадкование территорий – это только некоторые мероприемства, у которых принимают удел сучастные пионеры Гомельской области, яны не такие, як их попередники, и информационными технологиями ворудуюсь, и чашлизинком займаются, и царкву наведуюсь, что в свою чергу диктуя неопходность пошуку новых подоходов у работе со школьниками. Але одно при этом застается неазменным, пионерские справы повинны быть цикавыми, перш за все самим пионером. Лицо сегодня пионерской организации, в принципе, достаточно известно, да, и имеют положительный имидж, поэтому нас всегда рады видеть, и мы действительно, когда готовим мероприятие, готовим мероприятие, которое не просто будет там для галочки или для того, чтобы мы где-то написали в отчет, а чтобы оно действительно было нужное детям, интересное детям, и чтобы дети после нас остались в хороших впечатлениях и надолго-долго сохранили это в своей памяти. Олег Синчуров, Йоген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Про то, какие они сучасные пионеры, завтра подзе размобу в чарговой программе «Деалог». Гостем студии и промога эфиру станет старшиня Гомельской областной пионерской организации Артем Карпенко. Задать ему пытанье выказать пропановы можно, будя поателефановавшей по номеру 77 68 45. Глядите программу «Завтра» у 18.10 хвилин на телеканале «Беларусь-2». До других тем. Первые дни навучального года на Гомельщине проходят плённые не только для учеников и студентов, а и для тех, кто давно отримал свои школьные аттестаты. Приклад тому – семинар по подрихтовке громадских методистов в сфере дополнительной адукации и осветы дорослого насельства Гомельского района. Затым, как проходил тренинг, назирали наши корреспонденты. За минулые 20 годов ситуация у сферы адукации значно изменилась. Всё неактуальной стала безупынная адукация, сутность якой у тем, что потреба у повышения компетентности особистой социальной профессийной увесь час расте. Система адукации повинна на это реаговать. Те чувают дорослые беларусы дефицит у ведах, вырошили обмерковать работники установки культуры, адукации и громадских объединений Гомельского района. У рамках навучального семинара тренинг проводил намесник старшиней республиканского громадского объединения Беларуская ассоциация клуба ЮНЕСКО ВИТАЛЬ НЕКАНОВИЧ. Ён пазнаёме у дельника с сучасными принципами и подуходами у адукации дорослых, а так само с розными технологиями распрацовки, проведения и оценки адукацииных программ у целым. Адукация праз усё жице – лозунг организаторов семинара, у межах якого высветлили, что же Хары Гомельского района с метой повышения конкурентноздольностей на рынку працы готовы повышать и свой профессийный узровень. Прежде всего, это понятие добровольности в выборе своих образовательных приоритетов в конкретном населенном пункте. В рамках проекта мы проведём анкетирование образовательных потребностей жителей региона, которые в дальнейшем лягут в основу разработки местных, даже на сельском уровне, концепций, стратегий развития образования и просвещения взрослых. Будучие провайдеры адукации для дорослых ведают, что вучить непросто, а летя перешние умовы неформальной адукации потребуют от затекавленных смелых пилотных проектов. Таким на Гомельщине бачится проект «Гомельский район Территория Осиеты». Накированы минавито на дорослых. Сегодня есть в Гомельском районе такой потенциал и огромное количество жителей старожил и людей преклонного возраста, которые могут поделиться необыкновенно интересными мыслями, своими наработками и хобби. И помогут мне, дадут возможность собрать вещи историко-культурные, которые будут хорошим наследием нашего молодого поколения. Факт проведения таких мероприемств уговорить про тревалую базу для успеховой реализации эдукацийных программ, которые до того же поддерживают формальную систему эдукации на Беларуси в целом. А в современных условиях развития безупинной эдукации – это немало. Юлия Борисовец, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». Завтра у «Гомеля» в першиню покажут белорусские молодежные мюзиклы в формате 3D «Папороть кветка». Незвычайное представление, в яким удельничают коля 200 артистов, почнется в 7-1 вечера на арене Лядового палаца, где сегодня завершается подрыхтовка. Под обязанностью в наступном сюжете. Осветляльное гуковое обсталявание, светлодиодные экраны и множество конструкций были доставлены у 10-ти автомобильных фурах. Картеж такого масштабу, звычайно, перевозит шоу программы «Зорок» с усветной величины. Каб полегчить задачу техничной группе, у якости сцены в областных центрах обраны однотыпные помешкания лядовых палацов. Для монтажу, який и детры дни, протягивают навыд профессийных промысловых альпинистов. Их задача – установка подвясного обсталявания. Мы постарались, чтобы это было зрелищно, запоминающееся. И вся эта техническая, конечно, составляющая, она поддерживает ту часть, так сказать, творческую, которую, собственно говоря, со сцены артисты и будут дарить нашему зрителю. Подеи мюзикла развиваются на переддни фестивалю, на удал у яким претендуют некальки концертных агентствов. Змагаючися за это право, я не презентують свои варианти шоу программ. А кроме множества песенных композиций, присутничая и вечная, як само мастатство – романтичная линия. Тым часом, ясши однозначная у культурным життегу Мелепадзе так само отбудзится на арене лядового палаца. 10 вересня тут пройдя гала-концерт у рамках республиканской акции «Мы, беларусы, мирные люди». Приезжают звезды беларусской эстрады, среди которых и Алюна Ланская, Олеся, Анатолий Ермоленко, Саша Нема, Олеся Кодуш и Слава Нагорный, Тео, группа «Чистый голос», Дария, многие-многие-многие другие. Песни узнаваемые. Я думаю, что всем залом мы будем петь эти любимые песни. Руслан Пролясковский, Олеся Рудзянкова, Яуен Макеенко, телерадиокомпания «Гумель». В ближайшую суботу, 12 вересня, стартуют мужчинские жанучшие чемпионаты краины по гандболе. Гульцы «Гумеля» первые матчи проведут на своей пляцуце. Жанучшая команда сгуляет с Бабруйской и Березиной, а мужчинская – с Гродзенским Кронаном. Правда, в нашем областном центре гандбольный сезон уже открытый. «Гумель» принимал гульни первого тура жанучшей Балтыской гандбольной лиги. Нашу краину у турниры представляют Гумель, Городничанка и БНТУ «Белаз». Так само в споборницах принимают уделы две литовские дружины – Жальгерес и Горлява. Первым соперником Гумеля на хатной арене стала Горлява. Соперник не самый мощный, а тому у тренерского штаба была махчимость ящераза бкатать на игранные комбинации. Почас матча у проверку боем пройшла кожная гандболистка. С первых же хвилин гамельчанки захопили лидерство в лику, поступово нарушиваючи перевагу. До конца первой половы адрив склал восемь мячов. В другом тайме гульня стала больше ровной. Часом у литовских гандболисток отримливались они адренные адрески и они скорочали разрыв. Однако гамельчанки довели матч до перемоги – 34-25. А вот с Жальгиры само все склалось не по сценарии гамельской команды. Литовские гандболистки перемогли – 30-29. У нас была задача всем поиграть, чтобы все почувствовали себя на площадке. Есть ошибки, есть над чем работать, это хорошо. У нас еще не все слаживается, еще не выбрали те компоненты игры, которые наисильнейшие. Поэтому пробуем и изучаем этот момент, сильные стороны команды, потому что много новых игроков, много нового надо постичь. Вместе создать какой-то новый коллектив, который бы действительно работал как часы. И на этом наш вечерний выпуск завершенный. Ранешний информационный выпуск телерадио компании «Гомель» глядите завтра на телеканале «Беларусь-2» у 7-1. Усяго доброго и до новых встреч в эфире.